Особенность голосования состоит только в том, в тех указаниях президента Российской Федерации Владимира Путина, который поставил задачу перед всеми государством, муниципальной власти создать условия и провести честные, открытые, достойные выборы, где каждый гражданин сможет в комфортном режиме прийти на избирательный участок и сделать свой выбор за свою кандидатуру. То есть, чтобы не было административного договора, чтобы не было тех нарушений и, соответственно, были организованы и обеспечены все вопросы безопасности. В этой части Республики Тарстан можно соответствовать к выборам полностью готовы. То есть, это проводит подробное совещание, где посмотрели все направления этой работы. И с точки зрения готовности избирательных комиссий, с точки зрения готовности избирательных участков, с точки зрения организации безопасности, деятельности чрезвычайных служб, в этой части это организовано на очень высоком уровне, что действительно правило, что не будет Тарстан. Но вот, почему вы начали свой вопрос, о том, что действительно правило, что Тарстан показывает и высокую активность на выборах, показывает высокие результаты. На самом деле, это результат большой работы для нас, потому что выборы невозможно сделать как на маме, невозможно как-то убедить за какие-то там 2-3-4 минуты. Работа, она либо ведется, либо не ведется, либо люди каждый день ощущают внимание и отношение власти к себе и к решению самых насыщенных проблем, либо где-то убедить. И не все вопросы можно решить одномоментно. Чудес не бывает, у кого нет, больше один палочки. Но то, что власть обращена лицом к людям, то, что власть слышит людей, то, что власть пытается решать те проблемы, которые будут ставить самые бытовые проблемы, а самые бытовые проблемы, то стратегические. Это сегодня очевидно. Именно в этом залог вот тех успешных и проектных компаний, которые проводил Тарстан. Я не буду там первых вещать результаты. Еще раз говорю, что президент Доносович поставил очень четкую задачу, что каждый гражданин, независимо от своих взглядов, независимо от своих убеждений, должен иметь возможность прийти, проголосовать и выразить свое мнение по отношению к какому-то кандидату, на котором он остановился. Вот эту задачу у нас по самому горячему мы решили. Продолжение следует...